Для гостей здесь двери всегда открыты, а голодным человек из этой семьи просто не уйдет. На столе все, что вырастили на своем огороде. Спелые помидоры особенно идут на ура. Разговоры, конечно, о здоровье супругов и воспоминания нелегкой жизни. Хотя чердинцевы признаются, 70 лет прилетели незаметно. За это время пришлось пережить многое. Трудные, радостные времена, наполненные печалью и гордостью. Они жили на одной улице через дом, знали друг друга с детства. Свадьбу сыграли, когда Аграфене было всего 17, а Василию – 19. Свадьба уже сооружилась. Все любовные наши отношения, родных много стало, и любились. И вот до сих пор мы живем. Самое тяжелое время, вспоминает Аграфена Ивановна, жить в постоянном ожидании супруга. Ведь именно он бился из года в год за урожай. Работать приходилось и днем, и ночью. Звание «Дважды герой социалистического труда» Василий Макарович удалось нелегко. Да и цели себе никогда такой не ставил. Говорит, просто работал. Комбайнер в родной колхоз «Рассвет» на работу ходил по 8 километров. Аграфене Ивановне пришлось обеспечить надежный тыл. И дом, и хозяйство – все было на ней. Ну, работал много, миленький, работал много. И вот я с детьми маленькие дети были, я с ними вот все была дома. Я детей не могла никак оставить, они маленькие, и много их. Главным достижением супруги Чердинцевы считают своих детей. У них их пятеро. Старшей дочери 70 лет, младшей 60. Они по-прежнему собираются все вместе за большим столом по праздникам. Правда, Графена Ивановна признается – подводит здоровье. Сейчас из совместных увлечений чтение газет. Василий Макарович плохо видит. На помощь приходит супруга. Одно остается времени неподвластно. Они и сейчас так же нежно и уважительно относятся друг к другу. Это и есть главный секрет их счастливой совместной жизни. Наталья Мороз, Георгий Бруцкий. Новости дня.